МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Из Аберухофа мы начинаем очередной прямой эфир программы Биатлон с Дмитрием Губерниевым, где Дмитрий Губерниев пока подменяет Максим Максимов и Илья Трифнов. Максим, по горячим следам гонка-преследование, три промаха Александра Логинова на заключительной стрельбе. Погода вмешалась, что-то изменилось, там был порыв? Или это, скорее, тяжелая психологическая ответственность? Я думаю, что Александр принял для себя позицию вести быструю стрельбу. Возможно, ветер, конечно, был, но не такой критичный. Что случилось, будем разбираться. Внутри, конечно, много на последнем. Я думаю, что он сейчас придет, все объяснит тоже. Мы еще на третьем рубеже видели у него какой-то сложности. Ни с того ни сего стал запасные заряжать. На третьем рубеже у него затвор забился снегом. Он начал его прочищать, и за бой мы, соответственно, выпали те два патрона, которые он должен был достреливать. И он уже досылал запасные патроны. По остальным спортсменам, насколько довольны, как справились. Но в первую очередь, конечно, нужно отметить Максиму Цветкову. Максим Цветков сегодня прямо на высоте. Если бы он еще последний рубеж отстрелял на ноль, было бы, ну, прям супер. Потому что, ну, вы сегодня тоже видите, у нас погодные условия не одни из лучших. Но вот Макс доказал, что он хороший профессионал. По Антону Бабикову досадных три промаха. Вот сейчас с ним разговаривал. Он говорит, я тоже не видел эти промахи. Данил Серохвостов. Ну, по Антону Бабиков еще так достаточно серьезно откладывал выстрел, особенно на последнем рубеже. У него 40 секунд там, по-моему, на стрельбу ушло, даже больше. Ну, как мы уже и говорили в начале гонки, здесь на первом-втором счету ветер немножко послабже. Все, которые приходят в середину, там уже ветер достаточно, ну, такой сложноватый. И приходится, наверное, откладывать все-таки, если надеяться на хорошую нужную стрельбу. А по Серохвостову 1-1-1-2. Многовато даже, мне кажется, для таких условий? Не, ну, конечно, многовато. Но Данил старается, Данил просто прогрессирует. И два промаха на последнем связываю с тем, что все-таки тяжелая дистанция. Снег идет, не прекращается. Он все время в роли догоняющего. Он немножко, наверное, от своей молодости горит, торопится. Но я думаю, что сегодня ему троечку поставлю с плюсом. Какой оценка в целом поставите выступление сборной команды на этапе в обер-кофе? Мужской его части, потому что этой гонкой она завершается. Ну, в обер-кофе мы выступили достойно. Я считаю, у нас есть два первых места. Мужской сегодня немножко не получилось. Но мы будем от этого сильнее. Я просто хочу, чтобы вы еще отметили, как команду усилили сразу и Бабиков, и Цветков напомнили о себе. Как приятно их видеть снова. Да, соглашусь с вами. Парни молодцы. Парни доказывают, что они все-таки чемпионы мира. Они дают жару, держат все время в тонусе, как говорится. И за них отрадно. Сейчас, ну, понятно, наверное, Каминского тоже подождем на интервью где-то. Но есть ли какая-то информация по ротации на ближайшие этапы в руководинге? И сейчас все закончится. Мы немножечко успокоимся. И чуть позже, скорее всего, уже появится информация. Спасибо большое. Максим Максимов был в нашем эфире. А Дмитрий Губерниев тем временем пересек стадион и находится уже в МИГ-зоне на своем рабочем месте. Дима, пожалуйста. Спасибо. В прямом эфире программа «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым и старшим тренером сборной команды Юрием Каминским. Юрий Михайлович, ну, с одной стороны, огорчительно то, что медали нет, а с другой у нас четыре человека в дюжине сильнейших. Это тоже повод для, наверное, определенной радости. Что вы сейчас чувствуете? Да примерно то же самое. И огорчение, и удовлетворение определенное. Как вы думаете, с чем связаны последние ошибки Логинова? Он по дистанции шел, ну, просто великолепно. Не мог себя несколько загнать, может быть, или психология. Что? Я точно не могу сказать, потому что не находился на рубеже в этот момент. Но, судя по тому, что я слышал, наверное, он с Сашей быстро стрелял. Для себя слишком быстро поторопился. А что скажете по своим подопечникам непосредственно? Бабиков подошел, Серохвостовы ждем. Насколько они справились? Говорят, финиш красивый устроили. Не видел еще. Финиш устроили действительно красивый. Втроем разбирались. Спасибо большое, Юрий Михайлович. Антона приглашаем сейчас к экрану, друзья. В прямом эфире Антон Бабиков. Антон, ваше впечатление после такой гонки очень непростой. Ну, на самом деле, сейчас такое чувство обиды на самого себя небольшое. Потому что один рубеж такой, даже непонятно, куда я промазал. Не знаю. Вот тренер спросил, он думал, что я стрелял в одну мишень. А я стрелял подряд, как положено. И не видел штрафов. И он их не видел. То есть, где они оказались, даже не могу проанализировать. Потому что думал, что все будет отлично. Физическое состояние? Физическое состояние ничего для такой трассы. Вполне сегодня было боеспособным. И чувствовал все силы. Уходя на последний круг, убежали от Джаклена. То есть, это однозначно шаг вперед. Поэтому я думаю, что дальше будем только прибавлять. Три гонки за три дня. Нагрузка очень приличная. Как себя сейчас чувствуете? Насколько устали? Ну, на самом деле, пока усталости не чувствую. Думаю, она ближе к вечеру подойдет. Но, на самом деле, все три гонки были очень разными по эмоциям. Разными по погодным условиям. Поэтому это был такой, на самом деле, очень интересный этап. Очень интересный опыт. Я надеюсь, что мы всем принесли такое удовольствие спортивное. И самим себе тоже. Ну, я сейчас от себя лично, от всех болельщиков хочу вас поблагодарить. Потому что Антона сказали абсолютно правильные слова накануне. Потому что, действительно, борьба за страну. Борьба за олимпийскую квоту. Но все-таки биатлон – это еще и личный вид спорта. Насколько сейчас посещают мысли о возможности поездки на олимпийские игры, Антон? Ну, мы, конечно, с ребятами не станем отрицать. Обсуждаем это. Для всех это огромная мечта. И все равно стараемся перенаправить эти мысли в то, что нужно просто прибавлять физически. Потому что олимпиада близко. Но, тем не менее, еще много стартов до нее. Желаем удачи. Антон Бабиков, огромное спасибо. Один из героев сегодняшней гонки – Максим Цветков. И прямо сейчас Илья Трифонов побеседует с человеком, который 40 позиций отыграл в гонке преследования. 40! Продолжаем эфир. Максим Цветков у нас в Мигзоне. Максим, прежде всего, с великолепной стрельбой поздравляем. На последнем рубеже считали выстрелы? 16, 17, 18, 19. Ну нет, сегодня достаточно-таки тяжело было на трассе. Вы сами понимаете, такие погодные условия. И, конечно, хотелось отработать на рубеже, потому что я понимал, что сегодня те, кто стреляет ноль, очень много отыграют позиций сразу. Ну, почти получилось, но на последнем слишком. Я затянул с последним выстрелом. Я уже в голове крутил, что сейчас с нулем и пойду. И, к сожалению, совершил эту ошибку. Максим, в любом случае, с возвращением, потому что пятый ход сегодня. Пятый, там, буквально 13-15 секунд от лучшего. Мне интересно, когда-то я в жизни на своих этапах показывал такие хода или нет. Мне кажется, сегодня еще такой кураж после эстафеты сохранился. И уверенность себе придала себе это удачное покажение первого этапа. Ну да, я был сегодня более уверен на стрельбе, особенно лежа. Работал в ритме, в принципе, быстро достаточно. На трассе... Ну, я был уверен, что, в принципе, с самочувствием все в порядке будет. На последнем круге весело вам было? Втроем такая группа захвата? На самом деле, в первый подъем, когда парни побежали, я понял, что... Я-то уже наелся столько с таких позиций отыгрывать, и было тяжело, но в конце они чуть-чуть подсбавили, видно, готовили к свежей разборке. Я их достал, но сил уже не было бороться на финише. Вы знали, за какое место вы боретесь? Вам подсказали? Я знал, что где-то около десятки мы идем. Да, десятый, одиннадцатый, двенадцатый итоги. Какая разница в призовых между десятым и двенадцатым? Я не знаю. Я думаю, что сегодня вы вечером почитаете. Антон Байк как раз мимо у нас проходит. Спасибо большое. Вообще, цветков эфир продолжается. Мы продолжаем в прямом эфире программу Биатлон с Губерниевым общение с нашими парнями и Данил Сырохвостов. Как вы оцените сегодня гонку? В двенадцати лучших четверо сражались. Чего не хватило, чтобы повыше быть? Точность любых. Почему промахивались? Ваши оплошности или все-таки ветер? По зрелам первым впечатлениям, Данил? Ветер особо не мешал. Он сегодня не такой сильный. Порывов почти не было. Пристрелялись тоже. Ветер, все отлично. С первых кругов мы начали очень быстро идти. И я к третьему кругу уже нажрался. И было тяжело стрелять стоя. Насколько вот сейчас после финиша, скажем, опустошения? С учетом того, что действительно наелся и очень тяжелая была гонка со всех точек зрения. Ну, я когда финишировал, устал слегка. Сейчас уже отошел. В принципе, готов тренироваться дальше. Данил, насколько вас, как молодого, но такого уже достаточно зрелого, несмотря на дебютный сезон спортсмена, тяготят или, может быть, подбадривают мысли про Олимпиаду? Ох, даже не знаю. Ну, честно, я был бы рад туда попасть. Но, конечно, это зависит от решения наших тренеров. Ну, на данный момент все нормально. Как представить по нынешней форме Сирохвостова нашу команду без вас? Не могу ответить на этот вопрос. Но, в любом случае, мысли посещают, что хочется. Конечно. Спасибо большое, Данил Сирохвостов. Удачи в следующих гонках. Я напоминаю, что у нас ключевыми с точки зрения нашей квоты пятеро или шестеро. Сколько поедут наших на Олимпиаду, все решится в Рупольдинге. После спритерской гонки и после эстафеты мы чуть-чуть проигрываем шведам и немцам. Нам нужно их обыгрывать. Ну, и максимальная квота уже у норвежцев и французов. Продолжается программа. Слово Илья Трифонову и Сергею Башкирову, наставнику группы, в которой в том числе и работает Александр Локинов. Дадим спасибо, Сергей Башкиров. Илья Сергеевич, где находились во время гонки? Находился на дистанции, показывал поправки. Вы насколько сейчас в сухом состоянии, расскажите. Потому что я-то защищен от дождя посерьезнее, чем вы. Пока в нормальном состоянии. И о прохождении трассы сегодня российскими спортсменами. Расскажите, что удалось отметить. Насколько довольны сегодня. Я в первую очередь хотел бы поздравить вас с потрясающим ходом Максима Цветкова. Не говоря же о стрельбе. Это же пятый результат ногами у него сегодня. Еще, к сожалению, не увидел данные по статистике. Но по дистанции, надо сказать, что ребята шли достаточно хорошо все. Единственное, наверное, Саня Поварнистен выпадал из общей массы. Но в целом, нужно сказать, что и Данил Серохвостов сегодня достаточно хорошую скорость показал. К этому мы уже начинаем привыкать. И Антон Бабиков на последнем кругу практически не уступил ему. Какой план сейчас? План дальше соревноваться. Нет, понятно, но у нас в Рупольдинге один-два дня еще есть что-то. Это отдых, откатки? У стандартной тренировки, подводящей к соревнователям. Да, спасибо большое. Сергей Геннадьевич, Сергей Башкиров был в нашем эфире. А у Дмитрия Губерниева уже Карим Халили в гостях. Еще один гость в прямом эфире нашей биатлонной программы. Карим Халили, безусловно, сегодня один из героев этой гонки преследует. 25 позиций, Карим, отыграно. Это очень неплохой результат. Насколько вы довольны сегодняшней гонкой? Стрельба была неплохая? Ну да, стрельба, наверное, по такой погоде неплохая. Но гонкой не сильно доволен, так скажем. Почему? Во-первых, не получилось справиться с последним рубежом. Во-вторых, на первых двух кругах потратил много сил, потому что хотелось переложиться постоянно впереди, идущую группу, чтобы на равнинных участках за кем-то вставать. И постоянно, когда догонял какую-то группу спереди, кто-то начинал отваливаться, приходилось обгонять, заново догонять. На этом потратил, конечно, много сил, а по такой погоде экономиться потом где-то уже не получается. Ну и, в общем-то, пока половина сезона прошла, где-то все понемногу не хватает, а время идет. Насколько сейчас себя нормально чувствуете перед ру-пордингом? Ну да, сейчас, по крайней мере, наверное, сегодня было в целом состоянии получше, чем в спринте. Я думаю, что в ру-пординге должно быть еще лучше. Насколько тягачат или, наоборот, поддерживают? Такой же вопрос Сирохостову задавал мысли про Олимпийские игры, Карим. Ну, в любом случае, я думаю, каждый из команды хочет туда поехать. Поэтому все борются за путевку и делают каждый максимум. Ну, вы готовы держать конкуренцию внутри команды? Физически, психологически? Ну, конечно, а как по-другому? Это спорт. Этого и желаем, Карим. Сложно представить без Карима нашу команду, в том числе и на Олимпийских играх. Мое мнение, я думаю, что они только мое. Сейчас, уважаемые друзья, у нас церемония награждения. Церемония награждения вовсю. И мы сейчас видим тех людей, которые сегодня невероятным образом боролись. Потому что, действительно, как выгрызал Тарий Бео. Вот все то, что мы видели на финише. Просто фантастическая борьба, невероятное сражение. Ну и Себастьян Сумуэльшин. Но здесь человек, который подвел шведскую команду в сильнейшем своем составе накануне. Потому что он зашел на два круга. Хоть и шведы в итоге стали четвертыми. Но сложно было по такой стрелковой работе Себастьяна. И, кстати говоря, Ханны Эберг претендовать на медаль. Но, тем не менее, воспрял духом, что значит биатлон. Оставил позади себя все проблемы. И сегодня он второй. Причем поддавривал победителя по полной программе. Ну и король гонок-преследования этого сезона. И человек, который вплотную уже подходит к неудачным выступающим сегодня Жаклену. Мы говорим про Кентена Фиона Мае. И два француза друг с другом сейчас будут фактически сражаться в Рупольдинге за эту желтую майку. Милен Жаклен и Кентен Фиона Мае оба абсолютно созрели. Быть лидерами. Лидерами мирового сезона. Выигрывают большие хрустальные глобусы после Рафаэля Пуаре, после Мартена Фуркада. Действительно фантастическая французская команда. И вот сегодня мы видим тройку. Но это пока троек сильнейших, друзья. Мы не будем забывать о том, что у нас расширенный подиум в биатлоне. Я хочу поддержать Александра Логинова. Я хочу поддержать Сашу, потому что вы все прекрасно видели. Шанс был, конечно, невероятный. И борьбы с двумя промахами это могла бы быть победа. Ну, может быть, не стопроцентная, но борьба за победу совершенно точно. Но пятое место. И в любом случае Александру огромное спасибо за то, что он сотворил в спринтерской гонке. За то, что он сделал сегодня. Потому что действительно борьба с такими невероятными соперниками и почти преуспевает. Сейчас видно одно, что форма, во всяком случае форма хода, аж звенит. Александр, ну и естественно, и придет стрельба. Я в этом убежден абсолютно точно с поправкой на те тяжелейшие условия Оберхофа. Ну и вот обратите внимание, те соперники, те, кто вместе с Александром сегодня на этом большом пьедестале почета. Саше огромное спасибо. В любом случае, он молодец. Он молодец. Он упрочил свои позиции в десятке лучших в борьбе за Кубок мира. Прекрасно, здорово. Но с оговорками, с ошибками вы слышали. Максим Максимов, Сергей Башкиров подводили итоги. Итоги стрелковые. Всех я поздравляю сейчас. Тех, кто на пьедестале почета и кто болеет за этих замечательных людей. Мы очень надеемся, что Саша подойдет к нам, потому что действительно хочется поддержать. Ну а сейчас в ожидании Логинова мы поговорим о победах. О наших победах в Оберхофе. Потому что действительно этот январь 22-го года начался для нас великолепно. С треволнениями, конечно, но две золотые медали. Потрясающие победы нашего биатлона. Золотой праздник на российской биатлонной улице случается не часто, а двойной и подавно. Сейчас мысли, блин, вы такие молодцы. Какое-то облегчение от того, что эта сложная гонка прошла, но прошла достаточно продотворно. Причем для всей команды. Это самое важное и самое главное. В прошлом сезоне, после того, как Дмитрий Губерниев для привлечения побед уже съел перчатку и почти до ботинка добрался, его спасла сначала смешанная эстафета в Оберхофе, а затем и два золота антерсельвы. Первым тогда был Александр Логинов и женская эстафетная четверка в составе Павлова, Акимова, Миронова и тогда еще Кайшева. Прошел почти год. Да, Верхоф. Наверное, это такая некая латмусовая бумажка нашего биатлона, где сплочается и удача, и мастерство. Солнце вне соревнований в Оберхофе мы так и не дождались, а вот побед – да. Первый триумф Александра Логинова в спринте. Посмотреть на те условия, в которых мы сегодня соревновались, возвращаются те самые славные времена, что чем хуже, тем нам лучше. Ну, наверное, так, да. Даже с неидеальной стрельбой на один штрафный круг он зашел после стойки. Александр опередил и Жаклена, и Легрейда. Действительно доволен, конечно, с такой трудной погодой. Даже один, наверное, это не четверка, а четыре с плюсом. Сразу же, радикально переключив тумблер настроения внутри команды, положительный тест Эдуарда Латыпова, полученный накануне спринта, мечты о хорошем на какое-то время подрихтовал. Переписывался с Эдуардом, и он не унывает, он молодец, и желаем ему восстановления скорейшего, и я уверен, что все будет в порядке. О том, какая эстафета должна быть для нас более успешной, считалось по составам и подтверждалось прогнозом Кристины Рисовой, которая результатами в сезоне научила своему чутью доверять. Делаем ставку на сингл-микс, и я бегу сингл-микс. Правильно, Кристина, молодец! В спринт эстафете первыми на дистанцию ходили мужчины. Антон Бабиков передал эстафету Кристине шестым, и она помчалась догонять. Мои мысли, когда я ушла на сиропной круг, какой позор! Когда я увидел, что Кристина уходит на круг, я все равно понимал, что это может случиться с каждым, и так произошло все равно. Многие лидеры поменялись, откатились назад, у многих были круги. Да он материл меня на самом деле, пусть он что бы ни говорил, он мне сейчас сказал, я тебя ругал, ругал. Ну, правда, на последней стойке, чтобы я не промазала, но какая разница. Антон вышел вперед, Кристина преимущество до финиша удержала. Я когда пришла на рубеж, я сама себе сказала, да мне наплевать, зачем я бегу, я сейчас здесь и сейчас, и все, и просто, я вижу установку, и все, установка видит меня, больше ничего вокруг не было. Зато спустя несколько минут вокруг абсолютно счастливый Антон Бабиков, вся сборная команда, для которой это не просто победа, это шанс для мужской сборной увезти в Пекин шестерых спортсменов максимально возможный состав. Внимание, друзья, в прямом эфире наша биатлонная программа Александр Логинов после церемонии награждения. Саш, ну, во-первых, спасибо, что пришли, я хочу вас поддержать на самом деле за то счастье, радость борьбы, которую вы всем подарили. Конечно, мы все переживали вместе с вами, какие у вас ощущения? Ну, сейчас ощущение, что, в общем-то, этап, я думаю, прошел для нашей команды очень хорошо, и я этому, конечно, рад. Да, может быть, легкое чувство удовлетворения есть от того, что сегодня была, скажем так, ну, отчасти простая начальная для меня гонка, а потом так сложилось, но это опыт, увы, увы, это опыт, и теперь надо со свежими силами... Опыт сын ошибок трудных и гений, парадокс, вдруг, но форма ходом аж звенит Логинов, вот мы это видим. С чем это связано? Ну, хорошо провели новогодний сбор, я считаю, что очень продуктивно, и вообще, в принципе, сезон, я скажу, подготовительный прошел очень хорошо, и да, может быть, фраза банальная, которой все говорят часто, что я слишком много тренировался, чтобы показывать там такие слабые результаты. Я скажу, наверное, приблизительно так же, что мне, конечно, было обидно, что декабрь, в принципе, это, в общем-то, все было неплохо, но где-то не хватало еще. Все время можно было в каждой гонке бороться за подиум, но не хватало. Сейчас, конечно, я рад, что идет какая-то новая реализация. А по поводу стрельбы, ну, вот больше концентрация на собственных ощущениях или работа по ветру, что называется? Ну, сегодня тяжелый, на самом деле, ветер был, и даже, я скажу так, мне, честно, отчасти повезло работать на первой стрельбе, потому что там все равно немножко ветер другой, нежели на середине стрельбища, но не справился. Это в любом случае ошибки, которые, ну, тем более в моем спортивном возрасте уже нельзя записать. Да ну ладно, там Йоханнес далеко позади, Саш, я хочу поддержать от души, спасибо. Все будет только хорошо, Александр Логинов, огромное спасибо. Профессионализм, мушту, безусловно, и та радость, которую, Саша, всем нам приносит, своими результатами. И радует, конечно, огорчает, потому что это биатлон, и это большой спорт. Но дальше мы будем продолжать в прямом эфире программу «Биатлон с Губерниевым». Мы продолжаем в прямом эфире программу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Важное интервью с ударным Латыповым, который приболел и пропускает этот этап, и следующий готовится сейчас к эфиру, там абсолютно эксклюзивные кадры, эксклюзивная информация. Прямо сейчас материал коллеги Трифонова о том, как уберечься спортсмену в наши непростые дни пандемии, когда месяц всего лишь остается, и даже меньше, до начала Олимпийских зимних игр. Уже больше двух лет мы живем в совершенно особенном мире, который пандемия сделала молчаливым и бесцветным. В один момент казалось, что очередная волна будет последним пиком, и затем все пойдет на спад. Но в конце декабря и сразу после Нового года число заболеваемых в мире растет в геометрической прогрессии. Я вспоминаю, как два года назад, когда все еще только начиналось, во Франции творился сущий кошмар. Никто нос из дома не высовывал. Казалось, мир перевернулся. И вот спустя два года история повторяется и даже хуже становится. Мы не снимаем масок, держимся на дистанции и бегаем при абсолютно пустых трибунах. И в преддверии Олимпиады такой рост заболеваемости, ну это просто безумие. Еще и омикрон этот. Да, люди продолжают еще путешествовать, не обращаясь в больницы в случае заражения. Потенциальные олимпийцы здесь в зоне особого риска. Не с точки зрения угрозы жизни. Они и не такую заразу поборют. Они просто рискуют лишиться мечты и перечеркнуть минимум четыре года из своей карьеры. Иоханнес Бео уже сказал, что чуть ли не параноиком стал, особенно после положительного теста Латыпова. Когда мы говорим о ковиде, я тоже слегка параноик, потому что он не щадит легким. Пару лет назад я приболел, и органы дыхания очень долго восстанавливались. А ковид на них влияет куда серьезнее. Поэтому вынужден даже с семьей свести контакты к минимуму. С родителями не контактирую, о друзьях пришлось на время забыть. Отдалился я от социума, походы в гости под запретом. Про киношки и рестораны я вообще молчу. Только стадион и гостиничный номер. Максимум вижу с женой и дочерью. Продолжаем делать то, что и делали раньше. С масками уже не расстаемся. Антисептик для рук тоже всегда со мной. Но и нужно как можно меньше общаться с посторонними людьми. Одиночество поддавливает, конечно, но чтобы уберечь себя, приходится все эти меры соблюдать. Маску мы снимаем только во время гонок и тренировок. С посторонними не общаемся. Особенно тщательно следим за этим, когда перемещаемся с этапа на этап. В самолете стараемся сесть отдельно всей командой, чтобы рядом были только свои. И это серьезная проблема, ведь кругом толпы людей и надо стараться держаться поодаль. Еду свою тоже всегда носим с собой. Даже в отель, когда заселяемся. Ничего общественного, только свое. В самолетах тоже, кстати, питание у бортпроводников не берем. Минимум контактов с внешним миром, в общем. Йоханнес, кстати, несмотря на угрозу заражения, вместо Рупольдинга полетит домой к семье. Да, вместо Рупольдинга я планирую полететь домой. Там такие же жесткие ограничения, так что риск заразиться не сильно больше. Моя жена Хеда и сын Густав ждут меня дома и ни с кем не контактируют, чтобы лишний раз не рисковать. Мы от лица нашей программы выражаем надежду и пожелания всем атлетам, чтобы ковид-положительных спортсменов в биатлонном караване больше не было. Берегите все себя, уважаемые друзья и спортсмены, и любители спорта. В прямом эфире программы «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. Дуарт Латыпов, который смотрит сейчас нашу программу по телеку, пропускает старты в Оберхофе и Рупольдинге. И понятно, что наша команда, партнеры по сборной, окружили Эдуарда вниманием, заботой. Коллега Трифонов подготовил материал на тему, как Серохвостов и Халили собирают продуктовую корзину для товарища по сборной России. Наша новая рубрика под названием «Продуктовая корзина для Эдуарда Латыпова». Сегодня ее ведущий Даниил Серохвостов, его гость Карим Халили. Поехали. Здравствуйте, Карим. Что вы купили для Эдуарда? Привет, Даниил. Эдуард сделал нам заказ. Мы сходили в магазин, купили все, что он просил. Эдик, конечно же, просил бананы. Ему необходимы углеводы. Обезьяна. Да, потом киндер. Эдик очень любит киндеры. Потому что он у нас маленький. Да. Ну, как бы Эдик без сладкого не может. Вот это у нас что? Это финики у нас. Финики, вафельки. Ну и здесь, как бы, второй экземпляр всего этого. И все, что любит Эдик, мы купили. Поэтому голодным он не останется точно. Эдик любит, говорю, колбаски. И поэтому без колбасок не обошлось тоже. У нас новый ведущий, но он достаточно правильно вопрос начал задавать. Сколько? Сколько это все стоило, Карим? Оплатил его сегодня наш герой Антон Бабиков, поэтому надо уточнить у него. Ну, я думаю, он ему подарил. Так как Антон сегодня бабла поднял. Хочется спросить, где же фрукты и овощи? Вот, бананы. Ну, это такие сомнительные фрукты. Клетчатка нужна. Нет, ну, остальные фрукты и овощи, это уже приносит наш доктор ему, когда приносит там обед, ужин, завтрак. Поэтому здесь уже мы приносим все то, чего нет в столовой. То есть горячую пищу он получает? Да, да, конечно. А это приятное дополнение? Ну, да, да, это же доппитание. Молодцы, ребята. Хорошо, что не пропало аппетиту Эдуарду Латыпову, который, мы надеемся, будет здесь на следующей неделе в Оберхофе тренироваться в одиночестве, чтобы потом, спустя еще неделю, присоединиться к нашей национальной сборной команде. Важное, я бы даже сказал, судьбоносное интервью с Эдуардом Латыповым прямо сейчас готовится к эфиру, дорогие друзья. И в эфире нашей программы сейчас пожелания от соперников, иностранных коллег Эдуарду Латыпову, который из-за коронавируса пропускает соревнования в Оберхофе. Положительный тест Латыпова огорчил нас и поверг в оцепенение всю биатонную семью. Заразиться настолько опасным вирусом ровно за месяц до главного старта не только четырехлетие, а, возможно, даже всей жизни – это настоящая трагедия. Соглашусь с вами, что это трагедия, и нам лишнее напоминание. Когда мы узнали о положительном тесте, сразу столько мыслей в голове закрутилось. Это просто немыслимо, ведь заразившись в январе, ты рискуешь пропустить главный старт, возможно, всей жизни – игры в Китае. Так что, надеюсь, он поправится, и никто из нас больше не заразится ковидом. Может, и лучше, конечно, что он сейчас заболел, а не через две недели. Тогда уж точно с Пекином можно было бы попрощаться. А так еще есть шанс восстановиться и, может быть, выступить. Вообще, на самом деле, в голове не укладывается. Я видел его на тренировке день в день с положительным тестом, и он был в полном порядке. Когда я услышал, что у Эдуарда ковид, огорчился за него, надеюсь, там ничего серьезного. Нам нужен такой классный соперник на трассе Кубка мира. Так что пусть скорее Эдуард возвращается. Можно, конечно, начать плакать от того, что с ним произошло, но нужно попытаться всегда и во всем искать плюсы. Было бы гораздо хуже, если бы это приключилось с ним на две недели позже. Поэтому давайте считать, что ему хоть немного повезло, и судьба дала ему шансы вернуться и попасть на Олимпийские игры. Всегда ведь говорили, что надо на игры приехать в лучшей форме. Но сейчас мы понимаем, что самое главное – хотя бы просто добраться до стартовых ворвар от Пекина. Карантин Латыпова закончится 19 января, за две недели до открытия Олимпиады. И сейчас Эдуард в своем гостиничном номере высасывает из пальца любую мизерную возможность не растерять форму. Разумеется, ему сложно будет выйти на те же скорости, что и в декабре, но сдаваться ни в коем случае нельзя. Все подручные средства надобно подключить, чтобы сохранять такую форму и быть во всеоружии в Пекине. Желаю Эду только самого лучшего. Кстати, если ему нужен велосипед, ну, велостанок, знаете, когда он становится на специальную подставку для домашнего использования, просто позвоните мне. Я же местный, у меня есть все. Велотуфли, велотрусы, все дам, что ему нужно для тренировок. Только бы он смог сохранить наилучшую форму, пока находится на карантине. Мы уже связали Лессера с тренерами мужской сборной, так что до 19-го числа Эдуард будет обеспечен всем необходимым инвентарем. Стараюсь не растерять форму. Внимание, друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Биатлон» с Дмитрием Куберниевым. Прямо сейчас наш абсолютный эксклюзив. Интервью с человеком, который является сейчас не просто лидером российской сборной, а самым популярным биатлонистом и в России, и за рубежом. Это Эдуард Латыпов. Спортсмен, который поднялся два раза на серебряные ступеньки педестала в Анси, который здорово поработал на сборе в Новый год. Но так уж получилось, что с легкой симптоматикой коронавирусной инфекцией и сейчас Эдик вне игры. Мы поддерживаем всей страной Эдуарда Латыпова важное интервью в нашей программе. Последний раз мы общались с Эдуардом Латыповым, когда результат второго теста на ковид был еще неизвестен. И мы все надеялись, что первый положительный тест был ложным. Но, к сожалению, и второй дал тоже положительный результат. Эдуард, мы снова под окном у Эдика. Пожалуйста, постарайся для нас вспомнить свою реакцию, максимально точно те эмоции передать, когда результат второго теста стал известен. Расстроился, но я, в принципе, ожидал, что такой вариант может быть и уже прорабатывал дальнейшие действия, что делать и как возможно будет тренироваться в той ситуации, если я буду на карантине. Самое главное, как ты себя чувствуешь? Потому что говорили, что у тебя насморк. Появились ли еще какие-то симптомы или ковид проходит бессимптомно? Ну, симптомов больше нет, кроме насморка такого ничего и нет. Вот просто как обычные, может быть, сопли, которые могут и после тренировки. А так, слава богу, все хорошо, нет температуры, никакой слабости, себя чувствую прекрасно. То есть могу тренироваться. Градусник у тебя есть, чтобы контролировать температуру? Да, да. Приблизительно свой распорядок дня сейчас, чтобы мы понимали, в каких условиях ты изолировался? Есть велосипед, есть жгуты, резинки. То есть я делаю небольшую силовую работу. Утром встал, сколько-то часов в осень, делаю зарядку, потом дыхательную гимнастику, чтобы поддержать объем легких. Вечером мне дают два часа до тренировки, я могу пойти походить с палками и на лыжах покататься. То есть на улице ты ходишь? Ты ходишь на ту трассу, где спортсмены гонки бегают? Или здесь какая-то отдельная есть? Нет, нет, тут в лесу, чтобы никого не было, и я не пересекал. Мы показывали зрителям видео, где ты крутишь велотренажер. Что это за тренажер, откуда он у тебя в номере появился? Обычный тренажер наш, который катается с нами на этапах, чтобы для восстанец тренировок один выделили для меня. Какой тренажер предложил Эрик Лессер? Он другой, чуть более эффективный, на нем работу можно делать? Это велосипед, велосипед и станок, естественно, он будет лучше и более реалистичный, так скажем. Это более такой простой вещь для таких легких тренировок. Когда привезут, сказали? Сегодня. Расскажи, пожалуйста, как смотрел гонки, мужскую спринтерскую, с какими мыслями? Сильно ли переживал, что тебя нет на старте? Ну, я уже об этом не думал, уже ничего не сделаешь. Я уже просто переживал за ребят, знал, что у них все получилось. И когда смотрел гонку, то есть я видел, что Саня достаточно хорошо сортовал, и были погодные условия сложные. И главной задачей было справиться со стрельбой, потому что для многих лидеров допускали ошибки, что и сделал Саша, он отработал очень. В таких погодных условиях, можно сказать, на 100%. И финишный круг, это было очень сильное исполнение. В принципе, он вообще в Эберховке лежит хорошо, и это его не первая победа здесь. Так что можно ему присоединить звание короля Эберхова. И я очень рад за него. Плюс рад за Антона Бабельского, который спустя время вернулся. В прошлом году ему также не давали болезнь реализовать еда, и в этом году он показывает отличные результаты. И вчера он действительно показал мастерство, что за один рубеж можно перернуть гонку с Натаглова и играть уже в лидер. И вчера была очень сильная гонка, и мне очень понравилось. Как-то вспоминались, может быть, победные минуты твоего финиша прошлогоднего смешанной эстафети? Ну да, такие минуты и рассуждения есть, конечно, но особо ими не грею, так скажем, чтобы вспоминать постоянно. Были приятные моменты, и действительно, это место для России очень хорошее. Здесь для нашей команды много побед. Надеюсь, что эти победы не закончатся. У нас еще здесь есть гонки сегодняшние. Я желаю ребятам не останавливаться и бороться за победу. И, Эдик, мы на самом деле общались со многими иностранцами. Они говорят, что нужно во всем искать лучшее и позитив. И здорово, что ты заболел за месяц до Олимпиады, а не за две недели. Потому что раньше думали, что нужно как можно более лучшей форме приехать на игры. А сейчас хотя бы просто приехать и выступить. Ну, слава богу, да, что так и происходит. Это может произойти с каждым. И главное все сделать грамотно и прийти к играм. И ты правильно сказал, что главное попасть. Я все сделаю возможное, чтобы я был в хорошей форме на играх. Эдик, мы с тобой. Держись. Спасибо большое за поддержку. Эдуард Латыпов был у нас в эфире программы «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. Спасибо коллеге Трифонову, нашим операторам Попову и Вострику. И, конечно, Эдуарду Латыпову. Наш абсолютный ноу-хау. Вот такое дистанционное, такое близкое, такое далекое, но самое главное, такое важное и, может быть, даже судьбоносное интервью с Эдуардом Латыповым. Мы продолжаем программу «Биатлон» с Губерниевым. Прямой эфир. Через пару минут оставайтесь с нами. Следом старт женской гонки-преследования, где седьмая стартовая позиция у Кристины Рецовой. И борьба за медаль. Несомненная. Внимание, в прямом эфире программа «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. Кристина Рецова перед сегодняшним стартом. Кристина, еще раз поздравляю с победой вчерашнего дня, но это уже часть истории. Как самочувствие, с какими мыслями и настроением подходите к сегодняшней гонке? Спасибо за поздравление. Действительно, что было вчера, остается вчера. Сегодня новая гонка, новый день и не менее сложная погода. Поэтому будем сейчас пристреливаться внимательно. И как можно лучше работать на рубеже, потому что мужская гонка показала, что кто ноль, тот в топе. Это правда. Силы физические, психологические есть еще, потому что, скажем, вчера вы жаловались несколько на самочувствие. Но, полагаю, вчерашнюю победу во многом исцелила. Кристин? Ну, уже вчера было лучше самочувствие. Сегодня вроде тоже неплохое. Посмотрим по ходу гонки, еще не разминалось. Но, в принципе, с утра хорошо себя чувствовала. А какой план у стартующей седьмой, в общем, когда все соперницы, вот они почти как на ладони? План останется со мной. Но, если серьезно, то есть тут важна раскладка или все-таки постепенная работа? Я уж так покачаю вас сейчас еще 30 секунд. Важен план. Он в моей голове. Зачем я буду говорить кому-то, что я буду делать? Как кому-то? В всей стране. Там никто ничего не расскажет. Наши зрители за Резцову. А вдруг сейчас спортсменки смотрят вас? Все же любят губерниево. И Резцову главное. Ну, хорошо. Бросаться надо с первых метров? Нет. Кристина Резцова, спасибо. Спасибо. С чувством, с толком, с расстановкой и финиш, с лагом, как мы любим. Отлично, окей. Спасибо большое, уважаемые друзья. На позитиве. Перед стартом Кристина Резцова накануне, кстати, пришла к нам в прямой эфир. Потом была одержана яркая победа. Потому что главное, друзья, это даже не журналисты. Главное, это вы, наши болельщики. Потому что та сила, невероятная, абсолютная энергетика, которая происходит от вас всех, миллионов, смотрящих сейчас нашу прямую отрасляцию, нашу программу, она совершенно феноменальна. Кристине, спасибо. Мы продолжаем болеть за Россию. Это был выпуск в прямом эфире программы «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. Дальше все на матч. Опять же прямое включение Суберкова. А следом быстро уже начало прямой отрасляции. Женский пасют. Где Реццова будет бороться, как и обещала, за победу и за финиш с флагом. Но это «Биатлон». И произойти может все, что угодно. Субтитры подогнал «Симон»!